Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмаз на Мозаика в США. И в этом видео я хотела бы вам показать свою законченную работу, которая называется Ретрит в горах от американского производителя Diamond Dots. Итак, этот набор был куплен в Walmart. Вообще, это как бы специальное издание, специальная серия. И, я бы сказала, бюджетная серия. Почему? Потому что те стразы, которые используются в этом наборе, это обычные стандартные стразы, не похожие на те, которыми славится Diamond Dots. Такие пухленькие, суперграненые, довольно-таки массивные по сравнению с обычными стразами. Поэтому блеск здесь, на этой картине, не настолько интенсивный, как на большинстве картин Diamond Dots. Хотя тоже, в принципе, как вы видите, неплохой. Давайте начнем с технической характеристикой. Это полная выкладка круглыми стразами. Набор у нас малютка, всего лишь 30 на 25 сантиметров. Он у нас выкладывается на конве, которая, в принципе, фабричная, по крайней мере, вот с этой стороны, с задней. Но вот эта сторона фронтальная, лицевая, да, она очень похожа на обычную стандартную, виниловую, наверное, канву, которая продается в Алиэкспрессе или в Diamond Art Club. То есть, это не та полиэстеровая тканевая основа, как обычно на наборах идет в Diamond Dots или вот в Make Market. Я не знаю, может быть, Make Market какая-то дочерняя компания Diamond Dots, я не уверена. Но вот, видите, в Make Market она и с той, и с другой стороны она идет на тканевой основе, да. Здесь нет, здесь только сторона сзади, да, бэксайд, не знаю, забыла уже русский, забываю. Ну вот, поэтому да, вот так это одно. И второе, я уже сказала, что стразики у нас обычные стандартные, не типично, а не типично Diamond Dots. Бэксовские. Ну и насчет клея. Тут, честно говоря, я не совсем понимаю, клей это или нет. У меня уже были подобные вещи со мной случались, я вам рассказывала об этом. Клей хоть и наливной, но если вы присмотритесь, то видно, что я неровно ставила вот эти вот некоторые стразики. Почему? Я, честно говоря, уже не знаю, это клей или это именно вот качество конвы. Вот именно вот в этих специальных сериях Diamond Dots, вот в этой, неправильно я сказала, в бюджетной серии от Diamond Dots, или клей, или конва. Скорее всего, наверное, это конва, потому что у меня такого негативного опыта в их обычных амборах не было. Потому что если ты неправильно поставишь стразинку, то потом, вот, например, да, двигай ты ее или не двигай, чтобы она правильную позицию приобрела, через какое-то время все равно стразики будут двигаться в свою первоначальную позицию. И поэтому, сколько бы ты их не представляла, они все равно будут неровно стоять. Вот не знаю, что это. Скорее всего, это, наверное, конва. У меня точно такая же проблема была с Алиэкспрессовским Teen Me Arts и вот с Leisure Arts и с бюджетными версиями Diamond Dots. И у всех у них была вот такая вот конва вместе с наливным клеем. Так что, все-таки, скорее всего, это конва. Окей, ладно. В этот набор входило 31 цвет страз. Все они были обычные пластиковые, да, ну, смоляные стразы, смоляные. В том плане, что там не было ни Эйби, ни Мерсающих, ничего. Но я заменила некоторые стразы на Эйби. Во-первых, я заменила белые стразы на Эйби, бежевые стразы на Эйби. Я заменила также вот такие терракотовые стразы на Эйби стразы. И несколько, ну, и желтый цвет на Эйби. Но здесь вот он там. Но здесь как-то странно получилось. Я не знаю, может, я такая какая-то ненормальная, слепая была. Но у меня такое ощущение, что они не положили один цвет, и это был желтый цвет. Вот этот вот значок H. Я когда начала выкладывать, я поняла, что 15-го цвета не было. Я пересмотрела свою видеораспаковку, потому что в видеораспаковке я всегда показываю стразики. Я думаю, ну, я посмотрю хотя бы какой цвет, ну, и у меня запасов много, я поищу и заменю как раз этот цвет на тот, который у меня в запасах, по крайней мере, приближенно к нему. Но даже в своей видеораспаковке я не увидела вот этот 15-й номер. Я пересчитала все стразы, которые, опять-таки, у меня были на видеораспаковке, и там было 30 цветов, 30 пакетиков, не 31. И вот тогда я поняла, что, скорее всего, этот цвет не положили. И, слава богу, что это был просто желтый цвет. Я потом на коробке уже на превью посмотрела, как этот цвет выглядит. Обычный желтый цвет, и вот именно его я заменила на желтый Эйби страза. Ну, в общем, в принципе, выкладывалась она очень легко. Ой, я ее выложила, сколько, за три или за четыре дня? А, ну, наверное, потому что малютка, но, с другой стороны, здесь немало цветов. Все-таки 31 цвет, это для такого маленькой работы, это не так уж и мало. И здесь было очень много одиночек, или я еще их конфетти называю, это так называется по-английски. Но, опять-таки, выкладывалась супербыстро. Далее. Я, конечно, колоссальное удовольствие получила от выкладки, и сам финальный результат. Ребят, я просто в восторге, я просто без ума. Все-таки, какие же гении работают в компании Diamond Dots, когда дело относится к проработке. Ну, вы посмотрите, 25 на 30 сантиметров. Ну, что там можно передать? Ну, может быть, какой-то один большой объект, и все. Ну, тут и кресло, и веранда, и вон даже видно, что, ну, не клумба, как сказать, ваза, да, это горшок с цветами, и какие-то эти елочки, и горы, и вон там солнышко, да, как будто бы из облачков просвечивается. И вверх, и тут уже видно еще один балкон, еще одна терраса такая. Сколько деталей, деревья на фоне. И насколько она детальная получилась. Ну, вот посмотрите, да, особенно издалека, если смотреть, это что-то нереальное, ну, просто гений. Я вам говорю, проработка дизайнеров – это просто нечто. Как такую малышку можно было настолько детально проработать, я до сих пор не понимаю. И я, конечно, вот смотрю на финальный результат. Я сначала думала, кому-нибудь отдать подарить, но я, наверное, себе оставлю, потому что вот сейчас это вот будет моя мечта. Я очень хочу в какой-то момент, чтобы мы купили дом, где вот будет такая же терраса, дек, вот с таким видом. У нас как раз недалеко здесь уже горы начинаются, вот. И золотая осень у нас как раз-таки вот с такими же цветами. И вот я хочу, чтобы у меня был дом вот с таким вот замечательным, умиротворяющим видом. Летом он будет шикарным, шикарным. Весной, осенью, зимой, если снег пойдет, особенно осенью. Я очень люблю осень. Вот. А этот набор был дешевый, 10 долларов всего стоил, даже не на распродаже. Ну, и вот так он получился. К сожалению, у меня пока нет рамочки. Как только я ее оформлю, я вам покажу. Так что вот. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось. К сожалению, не смогу вам дать ссылку, потому что, ну, как бы Walmart заходите и покупайте, если вы живете здесь, в Соединенных Штатах. Они на онлайн продают, на онлайн, в саде физических магазинах. Но я не думаю, что Walmart осуществляет международную доставку. Вот. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Блеск замечательный. Вот. Но если бы были оригинальные стразы Diamond Dots, то блеск был бы еще шикарнее. На этом все. Счастливо. В общем, ребята, редактирую я это видео. Я уже загрузила видео без оформленной картины и решила его удалить и загрузить новое видео, отредактировав его, потому что приехала ко мне моя мама. И не указывается, есть рамки такого же размера, как и сам набор. Поэтому я оформила его вот в эту рамку. Может быть, она не совсем хорошо подходит. В том плане, что, может быть, золотая какая-нибудь была бы лучше. Но, к сожалению, это единственное подобного размера. Больше нет. И я, честно говоря, не хочу. Я хочу магазин и тратить деньги на новую рамку. Думаю, что и в этом выглядит довольно-таки классно. Вот так вот оформлена у меня работа вот в подобной рамочке. Она довольно-таки дорогая, эта рамочка. Это не обычный, необычный DSP, compressed wood. И стекло такое хорошее, добротное, непростой акрил. Так что вот так она выглядит оформленной. Надеюсь, вам нравится. Спасибо вам всем большое за внимание и увидимся. Спасибо.